Болгарская 63, классический одесский дворик на Молдаванке. Пару месяцев как представители РЭСа в сопровождении электрика ЖКСа отключили свет в местах общего пользования, то есть парадных и придомовое освещение. Опечатали приборы учета. Жильцы больше не собираются теплыми осенними вечерами во дворе, дети не играют на улице, да и просто возвращение домой становится рискованным испытанием. Для пожилых людей, которых здесь проживает достаточно много, пройтись в темноте по такому асфальту не шутка, уже есть печальный прецедент. Темно, мало того, что такие вулканы вместо асфальта, в общем ноги ломает. В парадной лично у нас, в последней парадной, женщина поломала ногу в трех местах, потому что не было света. Встала на последнюю ступеньку и поломала ногу. Вы можете себе представить, сколько это денег обошлось ей лечение. У нас двор, видите, не заасфальтированный, и когда что-то отключает, тут пройти просто невозможно. Смотрите, Рытвина на Рытвине. Я обращалась, и с пятого этажа обращался человек, что ответили, что нету, как всегда, средств. А куда идут деньги, которые мы платим? Люди обращались в различные инстанции, однако в чиновничьих ответах не узрели смыслов. Уверены, свет отключили из-за долгов отдельных граждан за потребление электроэнергии в своих квартирах. ЖЭК говорит, это у вас задолжники, которые должны за квартирой, поэтому мы отключили вам. По квартирам у вас задолженность, поэтому у нас другого выхода нету. Вот у нас приказ РЭЗа, и мы вынуждены были отключить. У нас отключили свет, потому что у нас долг большой. У нас люди не платят за свет. Ну почему должны страдать другие люди, которые платят за свет? У нас новые счетчики стоят. Пускай они отключают, они же могут отключить это по-другому. Даже не заходя в квартиру, отключить должников. Ну а мы почему должны страдать, если мы постоянно платим? На самом деле, нечеткие формулировки просто ввели людей в заблуждение. Никто не имеет права отключать свет в местах общего пользования из-за квартирных долгов за электричество. И наоборот. Придомовое освещение входит в структуру тарифа, который жильцы оплачивают ЖКСу. У дома накопился очень солидный долг – порядка 80 тысяч гривен. При этом цифра постоянно растет. В свою очередь, ЖКС вынужден по закону проводить предоплату за электроэнергию перед непосредственным поставщиком услуг. Соответственно, ЖКС, не получая от жильцов денег, провести платежи не может. Поэтому РЕС санкционировал отключение света в парадных и во дворе. РЕС рассматривает все деньги компании ЖКС Хмельницкий не в разрезе какого-то отдельного домика, а в целом. И поэтому, когда идет о отключении от поставки электроэнергии компании ЖКС Хмельницкий за деньги, которые, власне, принадлежат жителям, они отключают это такими линейами. Если какой-то дом был зашиплен, то он был зашиплен, потому что есть деньги на этом доме. Директор ЖКС уверяет, что в обозримом будущем людям включат свет. Но тут есть два пути. Либо неплательщики, из-за которых страдают ответственные граждане, сами гасят свой долг в самое ближайшее время, либо задолженность будет списана путем судебных решений. Тем более, что процедура на сегодняшний день максимально простая. 80 тысяч гривен виноват этот дом. Все, кто борщник перед ЖКС Хмельницкий, ждут, что скоро придут повестки и судебные решения. Потому что, вы знаете, сейчас это довольно просто. Если есть судебный вырок, то выполнительная служба блокирует все карты всех борщников и вытягивает этот борщ. Это очень просто сейчас. Из этой ситуации напрашиваются два вывода. Первый, даже своевременно оплачивая коммуналку, ты можешь не получить услугу. Второй, разобраться в структуре тарифа, законодательной зарегулированности сферы ЖКХ и формулировках бюрократов для простого человека крайне сложно. И это в том случае, если чиновники хотя бы ограничились какой-то отпиской, а не просто проигнорировали обращение, как очень часто бывает в наших условиях. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.